Дело в том, что в Казахстане проводились митинги не более чем 8 тысяч, это проводил ДВК в январе 2002 года. Больше таких примеров не было, это только в одном городе. И поэтому нам приходится изучать опыт соседних стран и, собственно, всего мира. И я вам скажу следующее. Есть международная статистика, когда от 3 до 5% населения в тех или иных городах собирается, от численности города, например, то, как правило, если эта протестующая масса объединена единой целью, они вышли с едиными политическими требованиями, В этот момент власть отстраняется, она уходит в отставку. Это было в Армении, это было в Грузии, это было в 2004 году в Украине, когда около 2 миллионов человек вышли на центральные площади страны, и сотни тысяч, и десятки тысяч вышли в региональных областных центрах. Так вот, в Алматы живет около 2 миллионов, ну реально больше 2 миллионов человек. Вот 2-3%, ну 2,5-3%, если собирается на этой площади 50 тысяч человек, международная практика показывает, что в этот день происходит мирная смена власти. Полиция переходит на сторону народа, это практика международная. И если в Алматы живет около 2 миллионов, в Астане Назарбайя хвастается, что порядка миллиона, значит 30-50 тысяч человек, 3-5%, если собирается в одном месте, то власть, безусловно, будет сменена мирным путем. То есть мы обсуждаем полный сценарий. Власть нам не мешает, на площади собирается 50 тысяч человек. Считайте, что вы добились главной цели, которую многие ждали 30 лет, пока Назарбайя находился у власти. Итак, первый сценарий. 5-10 тысяч человек собирается, мы озвучиваем свои требования, проводим митинги. Если в этом месте собирается 50 тысяч человек, считайте, что власти нынешней не будет в тот же день или на следующий день.